Говорит Спортруппер! И сегодня мы с вами продолжим говорить про немецкий бренд Karatek из Триалспорта. Погнали! Многие люди помнят выпуск о том, что в Триалспорте на самом деле осталось не так уж и много велосипедных брендов в принципе. То есть на сегодняшний момент нету поставок новых велосипедов таких брендов как Cannondale, GT и Mangoes, а также есть небольшие вопросики к новым поставкам американского бренда James. И на собственном бренде Триалспорта под названием Outlip в принципе можно куда-то уехать, потому что на самом деле в России покупают велосипеды в массовом смысле начального и среднего сегментов, но вот какого-то среднего и топа все же в Триале не хватает. И месяц назад появилась новая поставка в Триале немецкого бренда Karatek, причем мы на самом деле увидели тупо самую бюджетную линейку под названием Vert, где цена не превышала там 65 тысяч рублей. Про это я кстати рассказывал в отдельном видео. Поэтому сегодня на бюджетной линейке Karatek заострять внимание не будем, потому что появилось что-то новенькое, на самом деле за последний месяц так все быстро начало происходить, что я даже уже немного не успеваю. А вот будет больше подписчиков на канале, наверное мотивации успевать будет больше. И все на самом деле думали то, что Триал с Karatek ограничится только этой самой бюджетной линейкой, но тут бабах и откуда ни возьмись появились велосипеды Karatek стоимостью от 126 тысяч рублей до 515. Я вообще кстати не думал то, что у Karatek есть такие дорогие велосипеды. И сами понимаете, там могут быть какие-то определенные интересные модельки или какой-то переоцененный зарубежный оверхлам, как у нас сейчас происходит практически с каждым брендом. Да, и это я например говорю про тот же трек, который стоит просто неадекватных денег, несмотря на то, что это последние остатки. Это просто космические цены. Да, кстати, мы сразу же внутри подхватили эту новость, и Лех, который ведет мастерскую, сразу сказал «А, слушай, а ты видел вон тот вот велосипед? Он супер необычный». И когда я его увидел, я подумал «Вау, ну ничего себе, бывает же такое». Поэтому прежде чем мы дойдем непосредственно до этой интересной модельки, мы безусловно составим ваши любимые таблички, а что же, собственно говоря, приходит в триал из Кротека. На завтрак и обед у нас будут кросс-кантрийные хардтейлы, а также двухподвесы, когда на ужин мы будем иметь гравийники, причем в некоторых интересных вариациях. Ну что ж, начнем с кросс-кантри, и тут есть моделька, которая называется Верт. Да, и вы скажете, что... Да, это же из бюджетного сегмента, этот самый Верт кросс-кантрийный фитнес МТБ. И да, вы будете правы, но в этой поставке Верт уже придет карбоновый, то есть это будет кросс-кантрий карбоновый хардтейл. Да, это классический во всех смыслах кросс-кантрийник, который придет в комплектации Elite, и на самом деле комплектующие в этой самой комплектации, масло-масляное, ну, прямо скажем, достаточно базовые. То есть здесь стоит система Microshift Advent X на 10 скоростей, когда вилка стоит с Suntour XR, ну, прямо скажем, на самом деле на карбоновом хардтейле хочется сразу увидеть что-то чуть-чуть повыше. Безусловно, это неплохие компоненты, особенно когда мы видим конечную цену этого велосипеда, то есть это 126 тысяч рублей, и все плюс-минус встает на свои места. Но вот следующая пушка, ребят, просто термоядерная. Я вам скажу так, что на самом деле в велосипедной индустрии достаточно сложно в последнее время чем-то удивить. Посмотреть на любые новые велосипеды Спеша, Кананделла и так далее, ну, это у меня скука смертная. Реально, ничего нового. Так вот, здесь у бренда Karatek идет премиальный карбоновый кросс-кантрий хардтейл, который называется Revo Ball, и он просто дает, на самом деле, глоток свежего воздуха во всей велосипедной индустрии без преувеличения. Да, безусловно, Karatek это не раскрученный бренд, но вы просто посмотрите на внешний вид этого байка. Вы видели когда-нибудь что-то подобное? Да, и соотнесите внешний вид велосипеда с его названием, то есть дословно Revo Ball переводится как революционный лук для стрельбы. И когда смотришь на этот велосипед, тебе представляется именно такая картина, что это лук с натянутой тетевой, и что стрела вылетает, словно вырывается из рулевого стакана. Пока рано делать выводы, что же это, собственно говоря, за велосипед, потому что он по факту только вышел, но можно понять по заходу самого Karatek, что это премиальный сегмент с кросс-кантри хардтейлов. Да и цена самой бюджетной комплектации Revo Ball говорит сама за себя, то есть это 260 тысяч рублей за базовые комплектующие, причем, на самом деле, цена от верта карбонового разнится аж в два раза, то есть это существенная разница от предыдущей модели. И этот велосипед, по сути, будет в двух комплектациях, одна из которых базовая, которая идет на компонентах SRAM SX, а вторая из них Elite, которая будет идти уже на SRAM GX, а также с вилкой RockShox Seed, и такой байк уже будет стоить 334 тысячи рублей. В общем, реально, давайте понаблюдаем за этой моделькой на протяжении этого года, потому что она вызывает, ну, не детский восторг, это что-то супер новенькое, свежее, но стоит ли этот велосипед этих денег? Вот открытый вопрос. Теперь перейдем к контрийным двухподвесам, и здесь у нас есть карбоновая моделька, которая называется Revolution i-Link. Это контрийник, который, по сути, имеет, ну, скажем прямо, достаточно классическую геометрию, которая, кстати, как-то мельком напоминает тот же Titan Racing Cypher RS, и, кстати, у этого кротека есть запатентованная технология задней амортизации под названием i-Link. И младшая комплектация под названием Elite идет на компонентах SRAM NX и с вилкой RockShox Rebe, когда уже более прогрессивная версия под названием Pro уже идет на компонентах Shimano Dior XT и с вилкой RockShox Seed. На мой взгляд, когда Titan Racing врывается с двух ног на рынок с таким интересным ценовым предложением на двухподвесы кроссконтринники, каратеку с их ценами от 400 тысяч рублей, с такими байками, на мой взгляд, делать нечего. Теперь мы перейдем к классическим гоночным гравинникам, и на самом деле подобные велосипеды в последнее время стали настоящей редкостью. И сперва мы начнем с алюминиевой модельки, которая называется Allroad A. На мой взгляд, этот велосипед с точки зрения задумки напоминает какой-нибудь Cannondale Top Stone в алюминиевой версии, безусловно, не в карбоновой. То есть это такой сбитый гоночный гравинник. Причем я даже скажу то, что в этом велосипеде с точки зрения геометрии есть даже небольшой циклокроссовый оттенок, то есть он, по идее, будет такой жестковатый и, безусловно, очень быстрый на короткие и средние дистанции. Будет комплектация у этого велосипеда H2, самая базовая из которых будет идти на Shimano Tiagra и будет стоить аж 182 тысячи рублей, что, на мой взгляд, абсолютный провал. Ну, реально, это очень дорого за подобный велосипед, тем более в такой расцветке, на дисковой механике. Ну, в общем, мне лично вообще не зашло. А вот вторая комплектация уже идет гораздо более веселая. Она идет на 1X системе уровня Shimano GRX 800 и стоит 230 тысяч рублей. Ну, на самом деле, все равно для алюминиевого велосипеда это дороговато, но, тем не менее, имеет право на существование. А вот карбоновая версия такого гравинника от компании Karatek, ну, на мой взгляд, вообще не похожа на гравинник. На мой взгляд, это больше эндуранс шоссер от той же компании Trek под названием Domani. И самая бюджетная комплектация под названием C5, на мой взгляд, ну, просто супер странная, потому что здесь идет система провил, потом переключение MicroShift Advent, потом здесь идут дисковые механические тормоза, и что самое интересное, алюминиевая обода просто с высоченным профилем. Можете, я что-то не понимаю, но зачем на такой подобный гравинник ставить такие высокие профили, тем более на алюминии, ну, то есть, это и вес больше, и нет никакого смысла в аэродинамике, ну, то есть, это такое ощущение, что других компонентов не было на фабрике. Но, справедливости ради, такой велосипед стоит чуть больше 160 тысяч рублей, то есть, этот байк тоже имеет право на существование. Комплектация C2, ну, прямо скажем, прямо серьезно пожирнее. Она идет на компонентах уровня Shimano GRX 800, причем с двойником спереди, ну, прямо определенный сок. И цена на этот велосипед на текущий момент составляет 314 тысяч рублей, и это окей, потому что сам по себе велосипед в каком-то смысле уникален. То есть, найти какой-то полугравийник, полуэндуранс на компонентах уровня Shimano GRX 800, так еще и с двойником спереди, ну, это, можно сказать, единственный экземпляр, причем этот байк будет максимально универсальным с точки зрения конечного использования. То есть, на нем и по шоссе можно погонять, и за городом он, ну, реально такой автомат Калашникова в каком-то смысле. А вот самая топовая комплектация под названием C1 идет уже на электронной трансмиссии Shimano GRX 800 D2, и стоит она в районе 466 тысяч рублей. И я, на самом деле, особо не вижу смысла переплачивать деньги за электронику. Ну, то есть, на этом велосипеде нет ни карбонового руля, ни карбонового подсидела, и переплачивать такие деньги именно за электронику GRX, ну, не знаю, по мне так лучше механику брать. Ну, а у Karateco есть еще одна более раздутая гравийная версия, которая называется All-Roll Travel, которая имеет ширину покрышек аж 50 миллиметров. Причем этот велосипед, и это даже понятно из его названия, имеет более длинную колесную базу, то есть он предназначен для каких-то длинных поездок и в каком-то смысле для путешествий. Но вот когда залезаешь в комплектации, ну, по-настоящему диву даешься, потому что самая базовая комплектация, которая стоит 162 тысячи рублей, идет на Clarisse. И я напомню, рама не карбоновая, а алюминиевая. И, ребят, на мой взгляд, именно эта комплектация, это, по сути, мертвяк, потому что фактическая цена подобного велосипеда, ну, где-то около 100 тысяч рублей, ну, никак не 160. А вот комплектация под номером 1 идет уже на компонентах в круг уровня Shimano GRX 400, причем двойник идет спереди, ну, то есть это серьезно интереснее, причем с точки зрения цены между двумя комплектациями разница всего лишь 40 тысяч рублей. Не, безусловно, 200к для такого велосипеда это все равно дороговато, потому что, не забывайте, это алюминиевый, более прокачанный гравийник на компонентах Shimano GRX 400, 200 тысяч рублей, ну, так себе, кусачи. И заменят ли эти велосипеды Karatek, вышеупомянутые бренды Cannondale, James и GT в среднем и в топовом сегментах? И я предлагаю посмотреть на дальнейшую ценовую политику в плане Karatek в сети магазинов Trial Sport. Если они будут продолжать держать цены на таком высоком уровне на протяжении этого сезона, то байки будут потихонечку продаваться в следующем сезоне. И да, кстати, Trial может пойти на этот шаг, несмотря на то, что стереотип существует, что они всегда делают скидки, но нет, реально менеджмент компании точно умеют считать деньги. То есть, если объем этих самых велосипедов Karatek не такой уж большой, то менеджмент компании сохранит ценовую политику и не будет разбазариваться этими велосипедами направо и налево. Ну а если таких велосипедов много, то, ребят, ждем скидочки, которые будут в середине сезона, и тогда Karatek будет на 100% интересен. И такой сценарий, на мой взгляд, все же больше вероятен, потому что как только менеджмент компания увидит, что эти велосипеды замерзли и не продаются, в конце сезона начнется слив. Напишите обязательно в комментариях, что вы думаете, имеет ли право на существование подобный модельный ряд Karatek по подобным ценам. Или я что-то слишком преувеличиваю и закапываю этот бренд в землю, хотя он, ну, объективно может существовать за такие деньги. А также я напоминаю то, что у нас появился сайт sportrupor.ru, ссылка по подсказке, а также в описании к этому ролику, где большое перечень услуг по подбору велосипеда под индивидуальные нужды. Поверьте мне, лучше потратить небольшую сумму на подборы и купить тот самый велосипед, который нужен вам, так еще и, возможно, по более низкой цене, чем купить что-то ненужное, а потом чертыхаться весь сезон и продать в конце лета, я не знаю, за смешные деньги. И, кстати, если у вас какие-то есть добавления по сайту, мол, что-то добавить, что-то убрать, обязательно пишите в комментах. Мы сейчас активно правим сайт, если есть какие-то ошибки. И, друзья, а с вами был Sportrupor, и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!